с учетом что корневища пионов использовались очень долго и в пищу и в лекарства естественно куча вредителей которые точно также эти корневища едят в первую очередь это личинки майских жуков это различные проволочники личинки жуков щелкунов и медведки есть ряд так называемых энтомопатогенных грибов в первую очередь они их действия направлено на личинок майских жуков из препаратов это так называемый энтоцит там целая группа и грибов и микроорганизмов металлизин баверин то есть есть ряд препаратов которые при внесении на следующий год количество личинок майского жука изменится принципиально то есть будет того что через год вы можете не найти ни одного что касается проволочника проволочник все эти биологические препараты на них действуют не очень хорошо но есть другой вариант который мне очень нравится если есть табачный пепел ну или помогут те кто курит просто скажем так рано весной когда только появляются свежие ростки пионов вы по периметру вносите этот табачный пепел чуть-чуть заделываете в грунт и этого в принципе достаточно потому что тогда жуки не откладывают яйца их просто отпугивает этот табак и противники курения и мы этим пользуемся и что касается медведки помощью ядов бороться с ней достаточно сложно потому что она привыкает и понимает что не надо есть где-то в октябре в ноябре перед зимой выкапывается достаточно глубокая яма ну желательно сантиметров 50 лучше до метра узкая и туда закладывается свежий навоз свежий причем желательно конский конский потому что он при перегнивании выделяет большее количество тепла то есть в этой яме просто получается очень тепло и туда медведка сползается на зимовку но зимой когда минус мы это раскапываем и все и таким образом мы львиную долю взрослых насекомых мы естественно убираем на следующий год можно это дело повторить но по большому счету вот несколько таких грубо говоря ям с конским навозом свежим они в принципе участок 6 10 соток спасают от нашествия медведки грибные болезни в первую очередь возникают тогда когда ну во первых тяжелый грунт и есть застой воды и второй момент очень важный когда у нас куст пиона он не проветривается первое мы все же проверим какой у нас грунт второе мы проверим если у нас загущенность куста если у нас сорняки вокруг может быть у нас вообще место не проветриваемое вообще и только под конец когда мы уже ничего не можем сделать да мы тогда беремся за опрыскивателем беремся и берем фунгициды фунгициды понятно что лучше использовать системного действия то есть те которые проникают внутрь растения и будут бороться уже с теми скажем так гифами гриба которые проникли внутрь потому что как правило мы видим уже все заболевания на той стадии когда профилактически ну как бы уже поздно они почему-то эти жуки очень их привлекают эти синие ведра и вы будете удивлены поставив просто синее ведро с водой на участке причем такое даже сине-голубое они туда летят и просто тонут это идеальный вариант борьбы как на мой взгляд вы уменьшаете количество жуков и не пользуетесь химией